Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Волейбольное обозрение и я Евгений Ванрахович. Сегодня мы на турнире по пляжному волейболу, который посвящен 45-летию со дня выпуска первой товарной продукции открытого акционерного общества «Мозорский нефтеперерабатывающий завод». В субботу 18 июля состоялся открытый турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, посвященный 45-летию со дня выпуска первой товарной продукции на «Мозорском нефтеперерабатывающем заводе». И с раннего утра участники-зрители организаторы этого грандиозного события стали заполнять стадион для пляжных игр грибной базы «Мозорского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва», где и проходило состязание. Как и положено турниру подобного ранга, он начался с торжественной церемонии открытия. На ней все участники получили подарки, а затем перед аудиторией выступил с приветственным словом заместитель генерального директора «Мозорского нефтеперерабатывающего завода» Геннадий Викторович Титеру, который позже стал нашим гостем. Работники завода и жители региона соскучились по спортивным мероприятиям, и мы начали проводить именно турниры. Кросс проводили силовой экстрим, и сегодня проводим именно турнир по пляжному волейболу. Насколько это важно? Я думаю, что это важно не только для завода, и не столько для завода. Это важно для тех людей, которые любят спорт и которые готовы приезжать из Минска, из Гомеля для того, чтобы участвовать в этих мероприятиях. Ну а мы со своей стороны, конечно, прикладываем все усилия для того, чтобы этих активных людей увлечь, создать им условия, и чтобы это развивать. Потому что «Мозорский НПЗ» за здоровый образ жизни, и это наш девиз. Турнир включал в себя как представителей нефтепроводящего гиганта мирового значения, так и любителей волейбола столицы Полесья. Гостей нашего города и в трех категориях – мужчины, женщины, любители – собралось такое количество игроков, что уже в начале соревнования стало понятно. Финиш турнира ожидается ближе к вечеру. Ну да, мы даже не ожидали такого количества участников. Хотелось бы сразу поблагодарить, кто откликнулся на наше приглашение, и извиниться как бы перед тем, что мы уже даже отказывали командам, потому что просчитав время и регламент, мы просто физически не смогли бы провести в один день. На данный момент у нас будет проводиться турнир среди мужских, женских команд и любителей. Мужских у нас 14 команд, женских 5 и любителей 6. Всех 24 самокоманды. Среди мужских и женских команд игры будут проходить по сетке до двух поражений. Среди любителей 6 команд они разыграют в круг. Александр Владимирович был главным судьей турнира, и отметив его работу, старшего инструктора коллектива физической культуры Мозорска НПЗ, отметим и главного секретаря соревнования Викторию Владимировну Жатько, инструктора спортивно-технического клуба «Старт». Не могла остаться в стороне от такого грандиозного волейбольного события из дюшер Мозорского нефтепроводящего завода «Жемчуж на Полесе», а также одноименная профессиональная команда, которая делегировала на турнир представителей своего тренерского штаба. Турнир, как я пригляжу, очень такой солидный, участников очень много, погода благоволит. Я бы не сказал, что тут такая уже сильная жара, но, конечно, надо кое-какие меры соблюдать. Желательно, чтобы были игроки в головном уборе, пить побольше жидкости. Забегая вперед, отметим, что никаких травм, тепловых ударов на турнире не было замечено. Да и как же это могло случиться, когда здоровым участников наблюдал сам Николай Дмитриевич Король. Еще один наставник «Жемчуж на Полесе» был представлен в судейском корпусе. У меня дебют здесь в качестве арбитра, особенно пляжного волейбола, так как я больше все-таки представитель классического. Для мозырского волейбола этот турнир будет очень интересен, поскольку приехали некоторые команды из Гомеля, и я видел тут и минских ребят. Действительно, очень хороший опыт будет для представителей волейбола, как женского, так и мужского. К представителям, то есть представительницам профессиональной команды «Жемчуж на Полесе» мы еще обратимся. К тем, кто участвовал в качестве игроков, а что даст дюшеру мозырского нефтепроводящего завода, то и она представила участников и участниц от своего тренерского штаба, а также направила воспитанниц отделения волейбола в секретариат и в арбитражный корпус. Сегодня мы помогаем проводить турнир, мы вытираем мячи и подаем им, и поправляем линию, чтобы все было ровно и чисто. Мы переживаем за нашу команду «Жемчуж на Полесе», особенно за нашего тренера Илью Николаевича Шпаковского. Будем болеть за него в финале. Что в организации этого турнира, что в развитии спортивной жизни предприятия, популяризации физической культуры, здорового образа жизни, велика руль первичная организация «Белхимпрофсоюза», открытого акционерного общества «Мозырский нефтепроводящий завод». «Мозырский нефтепроводящий завод» всегда поддерживал развитие спорта на предприятии, занятия физкультурой и спорта среди заводчан, и сегодняшний турнир тому подтверждение. Мы очень рады видеть большое количество гостей. Безусловно, для наших ребят это практика, которая тоже им необходима. И своего рода душина после определенного перерыва мы сегодня собрались на площадке, чтобы повериться силами, показать себя, но и на других посмотреть. На турнире было действительно на что и на кого посмотреть. Это и захватывающая игра, и игроки, некоторых из которых можно смело считать столпами пляжного волейбола нашей страны. И очень приятно, что в «Мозыре» для участия в соревновании приехал Игорь Леонидович Сирош, чью роль в развитии пляжного волейбола в Гомельской области трудно переоценить. Волейболом пляжным заболел лет 30 назад. Совсем юным, когда только зарождался в Гомеле, было несколько активных парней во главе с нынешним председателем Федерации Карпенко Андреем Геннадьевичем. И, соответственно, вот с ним сами сделали площадки. И потом обросли большим коллективом. Сейчас у нас очень много, вот и я приехал, мой сын приехал, мой крестник приехал, мой лучший друг и кум приехал. И все здесь, которые благодаря волейболу правильно думают, правильно себя ведут, объединяют таких же активных людей вокруг себя. Поэтому это стиль жизни уже. Как можно понять из интервью, сын Игоря Леонидовича просто не мог пройти мимо пляжного волейбола. Не имел права Андрей Игоревич не узнать пляжного волейбола. Познакомился рано, где-то лет в 14. До этого я занимался настольным теннисом профессионально. То есть у меня эти хорошие результаты были. Но потом мне отец начал с собой возить на тренировки, подтягивал всегда с собой. И я начал потихонечку играть в волейбол, не только в пляже, но и в зале. Да, всегда мы играли с ним. Потом начали играть вместе на пляже. Даже как-то с чемпионами города. Давно, лет 6 назад. А в Мозере турнир у вас здорово. Мы уже приезжали сюда раньше. Мы приезжали сюда на универсиаду республиканскую, когда еще были студентами. Классные площадки, хорошая атмосфера. Между прочим, пара Андрей Сирыш, Дмитрий Чайковский заняла второе место. И примечательно, что у семьи Сирыш в Мозере были свои верные болельщики. Город Мозере – это город спортивный. Здесь проходят соревнования, также строят свои комплексы. И, конечно, я всегда стараюсь принимать участие со стороны болельщиков. Вот в сегодняшний день я пришел поболеть за моего друга, давно я знаю, и его сына. Потому что семейных у них получается как подряд. И семья, вся семья играет в волейбол, ну и другие игры. Поэтому я и болею и за город Гомель, и за город Мозер. Так что победит дружба. Игорь Леонидович выступал в паре с Вячеславом Михайловичем Анисовцом, чье участие в турнире в какой-то степени повышало статус соревнования. Я из Гомеля, родился в Гомеле, сейчас в Варшаве нахожусь. Приехал с Варшавы на ваш турнир практически, можно сказать, международный турнир. Хотя я гражданин Республики Беларусь. В пляжный волейбол очень давно играю. Чем он меня привлекает? Я занимался волейболом в зале, когда был школьником. Мне все время не нравилось, что очень много людей, от которых я завишу, условно говоря. То есть 5 человек, 4 запасных, я один. Пляжный намного лучше. Выбираешь человека, который тебе соответствует твоему характеру, не знаю, чаяниям твоим. И вы вдвоем почти как семья получается. Играете, то есть, ну, прекрасный вид спорта. Нагрузка больше, чем в любых видах спорта. Потому что песок, два человека, очень большая площадь. Надо все делать. Любой розыгрыш ты или посанешь, или нападешь, или примешь. Ну, великолепно. Конечно же, и у мозорских пар были свои персональные болельщики, которые всей душой переживали за любимцев или любимец, при этом тепло приветствуя всех участников этого замечательного турнира, организованного благодаря Мозорскому нефтеперерабатывающему заводу. Сегодня замечательный турнир, который организовал Мозорский нефтеперерабатывающий завод. Открытый турнир, посвященный 45-летию выпуска товарной продукции. Очень красиво, очень замечательно. Благодаря таким турнирам и узнают Мозорь. Заявилось 26 команд. Это очень много для открытого турнира в городе Мозорь. Сегодня я болею за свою замечательную жену Григорович Галину. Жду от них только победы. Она играет в команде вместе с Юлией Дубровской. Миру волейболу они знакомы, как сестры Корнеевы. Только победа. Знаменитые сестры Корнеевы играли в профессиональной волейбольной команде «Жемчужная Полесье». А сейчас обе спортивные наставницы – одноименность Дюшур. Юлия Константиновна теперь известна как Дубровская, а Галина Константиновна – Григорович. Мне очень приятно, во-первых, просто принять участие в турнире по пляжному волейболу. Во-вторых, приятно, что я играю своей сестрой. Ну и, конечно, у меня сегодня большая группа поддержки, моя семья. Поэтому я надеюсь, что все получится. Все правильно. В семейном дуэте есть какая-то изюминка. Поэтому я думаю, что да, мы победим, и у нас все получится. Если главный болеющий Галины Константин на прибалон трибунах, то Юлия Константиновна, супруг, не только любит, а еще и замечательнее играет в волейбол. Он, Денис Александрович Дубровский, выступал в мужском турнире. И наверняка в семейном волейбольном дуэте есть свой изыск. В продолжении темы центральная нападающая профессиональная жемчужная полиция сезонов 2011-2012-2013. Ирина, тогда Слащук, теперь Ткаченко. Приехали мы на турнир поддержать мужа. Играет наш папа. Стараемся везде посещать соревнования его. С раннего возраста мы везде ездим с ним. Надеюсь, хорошо выступит, пройдет пару игр. Потом посмотрим, как будет результат. Мозырь очень нравится. Всегда возвращаюсь с теплом в душе. Только пересекаю мост, все. Прошу мужа проехать по городу, посмотреть, вспомнить, что где как. Очень рада, что достроили ваш спот-комплекс, что там девушки вовсю тренируются. Мы только мечтали, когда здесь играла о нем. Андрей Ткаченко, кстати, выступил отлично. Занял третье место своим напарником Павлом Почебутом. Причем от борьбы за почетный трофей этот гомельский дуэт отказался, завершив выступление после выхода в полуфинал. Из-за травмы одного из представителей этой мини-команды. Но и третье место – хорошее достижение в элитной группе. А вот для любителей уже одно участие являлось победой. И все шесть участвующих пар достойны самых добрых слов, что опытные волейболисты украсть этот турнир игрой, что дебютанты с желанием учиться пляжному волейболу. Словом, турнир любителей удался. Во-первых, мне очень нравится пляжный волейбол. Я знал, что придя сюда будет очень тяжело, потому что первый раз принимаем участие. Ну, все очень интересно, все очень нравится. Хочу сказать, что это очень хорошо, что завод проводит такие мероприятия. Очень хорошо, полезно для здоровья, полезно для развития. Волейболу, конечно, быть на Полесе, потому что есть замечательные ребята, которые хотят тренироваться, приходят, играют. Мы тоже в данный момент посетили первый раз данное мероприятие. Скажу честно, тяжело, очень тяжело. Но мы стараемся, мы пришли, мы участвуем. Как мы уже говорили, эта часть турнира проходила на площадках любительского волейбольного клуба «Припять», который во главе с своим председателем Григорием Степановичем Притченко представил отличные команды, пусть с разным уровнем мастерства, но ведь это любители спорта, настоящие рыцари волейбола, без страха и упрека. Знаете, мы с моим напарником всегда играем ответственно. Для нас каждый турнир – это выступление, которым мы хотим показать себя, показать, что мы можем и что мы умеем. Поэтому турнир очень важен. Мы чувствуем себя и в центре, и в центре вселенной. Мы всегда вместе, мы всегда рядом, поэтому у нас все получается. Мы очень гордимся, что у нас есть такой стадион, и наше маленькое общественное предприятие, любительский волейбольный клуб «Припять», помогает большому предприятию НПЗ провести турнир. У нас, к нам обратились, и мы с удовольствием помогаем, с удовольствием участвуем в турнире. И показываем пример, что нам вдвоем 103 года, если сплюсовать. Показываем пример, что нужно играть всегда, и это помогает в жизни, в быту и на работе. Как можно понять из титров, эта пара и победила в турнире любителей. Второе место за Игорем Спиридоновым из Калинковича и Мазарянином Вадимом Преченко, сыном Григорием Степановичем. Третье место за Павлом Дулубом и Геннадием Черняком. Победители и призеры получили свои призы на церемонию награждения, которая проводилась вместе с церемией награждения дуэтов женского турнира. И отметив, что вместе с командными призами вручались индивидуальные награды, выделим бронзовую пару в состязании «Леди», которая была сформирована из волейболисток «Жемчужная Полесья», профессиональной спортсменки Натальи Дедицкой и игрока «Жемчужная Полесья 2», учащаяся с «Дюшур» Мозорского нефтепроводящего завода Алины Жевлаковой. Я немного волновалась перед началом, потому что все-таки это немножко старшее поколение, но мне было очень интересно играть с такими талантливыми людьми, потому что они очень большие профессионалы своего дела, и мне все очень понравилось. Отметив команды, которые не завоевали медаль, но тоже украшили турнир своей игрой, а именно Елена Мудрогель, Кристина Черняк – 5 место, Юлия Дубровская, Галина Григорович – 4 результат, выделим лидера команды, занявшей третье место Наталью Дедицкую. Она великолепно играла в атаке раз за разом, вызывая восторг зрителей своими отменными ударами. Вообще я должна была участвовать с другой напарницей, но так как она получила травму на тренировке, ну просто не получилось. Вот, взяли мы Алину, но Алина молодец, так как она участвует вообще только в принципе второй раз в пляжном волейболе. Турнир мне очень понравился, все так хорошо организовано, я очень рада. Второе место заняла пара из Минска, специализирующаяся в пляжном волейболе. И несмотря на не самый высокий рост, эти девушки едва-едва не увезли домой главный приз. Впрочем, досадная сечка в финале, кажется, не сильно расстроила наших замечательных собеседниц. Ни капельки не жалею, вы большие молодцы. В любом занимаюсь со школы, поэтому это мое хобби, любимое дело, это супер. Поэтому и решили приехать, поиграть для себя в большей степени. Ну конечно, как и спортсмены, мы жалеем, что упустили первое место, потому что оно было очень близко. Но, с другой стороны, это всегда стимул работать больше и в следующем году приехать и показать еще лучшую игру. Елина, кстати, признана лучшей волейболисткой турнира. Но лучшая пара, сильнейшая команда, победительницами стали представители Полесия и Мозорского нефтепроватывающего завода Екатерина Коноплич и Ольга Коноплич. Они в драматическом поединке одержали победу, выиграв стартовый сет, уступив во второй партии и все-таки оставив за собой тайбрейк 15-13. Было очень интересно, у нас была маленькая такая подготовка, мини-репетиция к этому турниру. У нас в Дню Независимости были проведены игры на любительском клубе «Припять», где мы с Катей пытались после несколькой паузы себя найти. И вот как получилось на этих играх, мы нашли свою игру, нашли свой темп, поэтому, наверное, так удачно сложилось, что повторно обыграли одних и тех же девочек. Ну и соперники нам дали шанс показать свою игру хорошую. Екатерина Коноплич и Сантория Сосны. Ольга Коноплич – тренер-статистик профессиональной «Жемчужной Полесье». Обе волейболисты, кстати, однофамилицы. И они в свое время защищали цвета профессиональной волейбольной дружины Мозорского нефтеперабатывающего завода. Символично, что именно эти девушки оставили за собой главный приз на глазах у преданных болельщиков, одна из которых – болельщица, хорошо знакома волейбольному миру капитан родной и любимой «Жемчужной Полесье» Ольга Лазицкая. Конечно, развитие любительского волейбола во всей стране это очень важно, так как подключается много игроков с разных городов, все съезжаются и добавляют также интереса дальше к дальнейшему волейболу, не только к пляжному, но и к классическому. Это очень здорово и помогает сплотить разных игроков со всей страны. Не могли бы не спросить Ольги про настроение, с каким она начала свой очередной профессиональный сезон на сей раз 2020-2021 и снова в профессиональной волейбольной команде Мозорского нефтеперабатывающего завода. С настроением хорошим, мы соскучились друг по другу, соскучились по работе, но предсезонная пора, она очень сложная физически, но все же нам помогают и тренера, и наш медицинский штаб пройти этот путь, чтобы набрать пик формы к сезону, к чемпионату, чтобы мы смогли показать в дальнейшем очень хорошую и красивую игру. Подробнее о начале нового сезона в исполнении профессиональной «Жемчужной Полесье» в нашей следующей передаче. А пока вернемся к турниру, посвященному 45-летию со дня выпуска первой товарной продукции на Мозорском нефтеперабатывающем заводе. Соревнование, которое, кстати, посетил каждый уважающий себя любитель и профессионал полейского волейбола. В принципе, здесь можно было увидеть всех знаменитых личностей Мозорского волейбола, всех тех, кто мог посетить этот турнир, и очень приятно было видеть самую титулованную воспитанницу с дюшер «Жемчужной Полесье» как на площадках классического, так и пляжного волейбола Татьяну Серик. Еще замечательно, что в Мозоре проводятся такие турниры. Я считаю, большое преимущество, что у нас есть такой чудесный корт, площадки, и мы имеем возможность пригласить сюда не только свои команды местные, но и иногородние. И, конечно, узнала о турнире, я не могла сюда не прийти. Очень интересно, на самом деле не пожалела. Что до мужского турнира, то в нем велась захватывающая борьба довольно квалифицированных пар. Некоторые из них имеют богатый опыт и славное имя в пляжном волейболе. Наши дуэты тоже радовали поклонников, но до призовой тройки, к сожалению, Мозоре не добрались. Однако самых добрых слов заслуживают. Денис Дубровский, Олег Макеев, Федор Дорошевич и Марк Друзик, Максим Мартинович и Алексей Вихор, Илья Шпаковский и Алексей Капустин, Виталий Путятый и Максим Макеев. Именно эта пара показала наивысший результат. Из числа полейских поклонников волейбола, а призеры начнем с команды, занявшей третье место. А именно Андрея Ткаченко и Павла Патчибута, который остался доволен как своим результатом, так и фактом проведения этого турнира. Конечно, это супер возможность в межсезонье поработать над физической своей формой. Ну, так же разнообразить, потому что зал надоедает, хочется иногда и в пляж поиграть. Вот, приезжаем каждый раз с удовольствием, потому что отличные корты, отличная организация, отличные подарки. То есть, ну, всегда, когда приглашают, всегда едем. То есть, без разговоров, как бы, все супер. Серебряные призеры уже знакомы нам. Андрей Сирыш, Игорь Чайковский. Эта пара уступила лишь чемпионам. Паре из Гомеля – Дмитрия Майоренко, Владимир Калота. Я бы хотел сначала поблагодарить сам Мозырь, как он тепло принял нас. Хорошо подготовил и по площадке, и, в принципе, организация. Подарки вначале, это было очень приятно. Подготовились хорошо, у нас была хорошая подготовка. Мы сыграли до этого и публику у нас в Гомеле. И сыгрались очень хорошо. На что рассчитывали? Да, хотели попасть в призы. И, естественно, стать чемпионом. Это же каждого так. Всегда хочется стать первым. Напарник Владимира, Дмитрий Майоренко, был признан лучшим волейболистом турнира. И для него какой волейбол, классический или пляжный, более интересен? Я люблю волейбол вообще полностью. Без разницы, какой классический или пляжный. Разница колоссальная. Я считаю, в пляжном волейболе нагрузка чуть-чуть побольше. И, как сказать, можно считать тут, ну, команда состоит из двух игроков. И получается нагрузка, ну, не нагрузка, а ответственность больше на тебя лежит. В классическом волейболе там больше народу, и получается нагрузка чуть-чуть поменьше. Поэтому я считаю, что пляжный волейбол, ну, более функциональный такой. Мне он больше нравится. Несомненно, праздник волейбола получился. И поздравили всех участников этого замечательного спортивного действия. Поблагодарим всех тех, кто был причастен к этому открытому турниру по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, посвященному 45-летию со дня выпуска первой товарной продукции на Мозырском нефтепроводящем заводе. Ну что ж, дорогие друзья, этот турнир, который можно назвать марафоном пляжного волейбола, завершен. Как нам кажется, он прошел успешно. Надеемся, дальше будет только лучшее. Любите волейбол, поддерживайте, жемчужину полезли. И, конечно же, ведите активный образ жизни. С вами было волейбольное обозрение Евгений Монархович и Вячеслав Припеснов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин